Я вот предлагаю сегодня обсудить такую очень, мне кажется, интересную тему, тему киберспорта, которую активно продвигают сегодня в разных совершенно качествах, там и в высшей школе, и вплоть до того, что открыли по киберспорту обучение специалистов в вузах. Киберспезруков готовят. Да, да, да. Вот. И такое ощущение, что у чиновников нет понимания того, что эта история, она имеет под собой довольно серьезные проблемы, о которых все время звучит из разных уст, в том числе из твоих. Но вот как-то вот оно, мне кажется, и даже и до родителей не доходит зачастую, да, что эта история, которая детьми хватается, как такая соломинка, что вот папа, мама, я с удовольствием прислушаюсь к вашему мнению, что я вот не бездельничаю, да, я делом занят. Вы меня, значит, ругаете, что я такой весь секой, а я вот тут киберспортом решил заняться, поэтому давайте вот это же официальный спорт, это же, так сказать, нужное дело, да, тут и вот везде поддерживается. Я стану, значит, великим киберспортсменом или же себя найду в этом, в этой деятельности, да. Папа-мама ведется, покупает ребенку сначала там игровую, какой-нибудь, значит, компьютер, потом там, соответственно, всякие стулья специальные, мышки специальные и так далее. И ребенок в это уходит, и, соответственно, вроде бы при деле, и вроде бы все классно, да, то есть, а тем более официально поддержанная государством история. Так вот, все-таки, какие на самом деле существуют риски? Ну, давай поговорим об этом сегодня. Ну, я тут в первую очередь с того хочу начать, с самого понятия киберспорта, то есть, я считаю, что, во-первых, не существует никакого киберспорта, то есть, есть просто коммерческая международная кампания по продвижению совершенно конкретных игр через вот эту тему киберспорта. Если мы, ну, как говорится, все в деталях, и все, ну, все оно, в принципе, видно наружу, потому что, если мы посмотрим все турниры, проводимые у нас там, как в школах, как в вузах, ну, любые вообще все киберспортивные турниры, то там, о чем всегда речь идет, это Dota 2, это Counter-Strike, это League of Legends, то есть, это коммерческая кампания по продвижению вполне конкретных, совершенно конкретных игр, принадлежащих, в общем-то, вот Counter-Strike и Dota 2 принадлежат компании Valve, ей же платформа Steam принадлежит, и, в общем-то, вот эта кампания, она является главным выгодополучателем всей этой вот киберспортивной истории. Ну, тебе на это возразят, извини, пожалуйста, что, ну, хорошо, а возьмите теннис, это же тоже большой бизнес, да, то есть, это и тебе инфраструктура теннисная, и производство там специализированного оборудования, там, ракеток, всего остального, мячей, это же тоже бизнес, то есть, любой спорт возьми, там, хоккейный спорт, ну, то есть, любой вот вид спорта, он всегда так или иначе сопряженен со спио, со спортом, чего, что в этом плохого? Ну, а вот тут немножко по-другому все, дело в том, что там спорт, это спорт, да, то есть, надо играть в футбол, нужно нормальные бутсы, ну, чтобы хорошо бегать там, то есть, это да, это все, форма сильно там все влияет, конечно, но в киберспорте немножко все по-другому, то есть, опять же, когда мы говорим про киберспорт, мы имеем в виду компьютерные игры, а компьютерные игры, то есть, тут важно называть вещи своими именами, они принципиально за последние пять лет, где-то, ну, пять-десять лет, да нет, наверное, за последние пять лет, так будем сказать, изменились, то есть, поменялась сама механика игр, коммерческая механика, то есть, раньше, как, что было производителям нужно раньше, вот они создали игру, там какой-то интересный сюжет, сценарий, она красивый, ее разрекламировали, и конечная цель какая у них была? Чтобы игрок купил их диск с игрой, все, то есть, как только он ее купил, дальше пускай он хоть вообще в нее не играет, им это уже дальше неинтересно, товар продан, деньги в кассу получены, но лет пять назад они поняли, что гораздо выгоднее не продавать диск с игрой, а давать ребенку вот эту игру бесплатно, чтобы потом получить с него несоизмеримо большие суммы за счет вот этих азартных игровых механик, которые есть сейчас во всех играх, они есть и в Dota 2, и в Counter-Strike, то есть, и с тех пор, как стали игры давать бесплатно, доход производителей там на несколько порядков вырос. Ну, это за счет вот продаваемых всяких, так сказать, плюшек, амуниции и всего остального внутри игры. Да, то есть, там выстроена целая механика, там работают психологи, то есть, я вот две передачи на эту тему делал, то есть, разбирал там адективные технологии, как вызвать зависимость, то есть, там, допустим, используются методики из психологии, там, метод скинера, допустим, тот же самый, он на хомячках ставил опыты, но производители взяли это на вооружение, ну, просто там, простой пример, вот одной из технологий, вот, какие он опыты ставил, вот клетка, в ней сидит хомячок, есть педалька, нажал на педальку, выпал корм, ну, все понятно, в общем, простая методика, но смысл эксперимента был другой, как никак, хомячки быстро понимали, как это работает, но смысл эксперимента был в том, чтобы как заставить хомячка жать на эту кнопку постоянно, как, чтобы он делал это, как у Малишодды, ну, как игрок в танке жмет кнопку в бой постоянно, как этого добиться, выяснили, что если корм будет попадать, выпадать каждый раз, он быстро ему это надоест, если вообще не будет выпадать, ну, тоже неинтересно, если через равные промежутки, чуть-чуть получше, но не то, а если награда будет выпадать с переменным режимом времени, то все, у хомячка формируется моментальная зависимость, он начинает сжать и забывает обо всем на свете, ему же важен не столько сам корм, сколько процесс, в играх это называется рандом, то есть это когда выпадает то хорошая команда, то плохая, когда с противников выпадают то ценные призы, то не очень, и производители игр давно взяли себе на вооружение, вот эту технологию, когда игрок как бы подсаживается не на сам выигрыш, а на его предвкушение, это же механика используется в игровых автоматах, то есть человек там подсаживается не на выигрыш, а на предчувствии, кстати, вот именно поэтому, вот эти, раньше у нас однорукие бандиты везде стояли, вот эти автоматы, в них всегда выпадала почти выигрышная комбинация, то есть там 3-3 и там какая-нибудь не такая, ну то есть чтобы было предчувствие, что вот я чуть-чуть не дошел, да. Чуть-чуть не дошел, но хотя с точки зрения математики, ну понятно, там это никак не влияет, но вот люди на это, и если мы посмотрим все современные компьютерные игры, там Dota 2, Counter-Stars, ну самые, кто больше всех зарабатывает, Bravo Stars, кстати, это вообще отдельная история, у них всех используются вот эти самые игровые механики, их очень много, это я просто одну назвал, там на самом деле целый набор, там есть эффект Овсянкиной, эффект Зигарник, это тоже, они на детях такие эксперименты ставили, что если дать какое-то задание ребенку, он начинает его выполнять, он его выполняет, выполняет, если вдруг его резко прервать в этот момент на какую-то другую деятельность, то в следующий раз, во время следующего эксперимента, он будет стараться, стремиться выполнить вот именно это отсроченное задание. И они, вот исследователь, вот этот Зигарник, она обратила на этот, нашла этот, как бы, эту механику, когда обратила внимание на то, как работают официанты, что они точно запоминают все заказы, которые у них есть в голове, но как только заказ усуществлен, все, они его моментально забывают. И вот она назвала, разработала этот эффект, и он в играх как используется? То есть там постоянно создаются вот эти заряды напряжения, какие-то недоделанные задачи, и ребенок, он стремится вернуться вот к этой незаконченной деятельности. Ну, по этому же принципу, у нас сериалы снимаются, что всегда заканчивается серия над чем-то таком. Да, и есть какая-то зацепочка, на которой там, значит, смотрите дальше. То есть почему дети подсаживаются на них? Не потому, что они такие интересные. Кстати, вот по поводу интересных игр. Чем дальше, тем игры становятся все примитивнее. Вот мы возьмем, если танки, Dota 2 и Counter-Strike, ну, это вот самые у нас топовые игры. Вот любого спросить, про что там сюжет? Ну, какой сюжет в танках? Его нету вообще. То есть если мы раньше играли там Far Cry, Far Cry там в какой-нибудь там... Да, там была сюжетная линия, да, всегда. Там сюжетная линия, там было интересно. В этих играх вообще нет сюжета. То есть все действие построено на повторении одних и тех же вот этих коротких боев на рандоме, который опять же вызывает зависимость. И, что самое главное, на выкачивание с игроков денег, потому что им тут же ставят некие условия. Опять же, там никто не навязывает, никто не говорит, вот иди и покупай. Но, как бы говорят, вот чтобы до определенного уровня человек доходит, ему говорят, что если хочешь следующий танк, да, ты можешь отыграть там тысячу боев, он у тебя будет. Но ты можешь вот, ну, 100 рублей, что там, пирожок купить, вот, закинь на счет, и ты сделаешь это в два раза быстрее, будет премиум аккаунт. И вот такие механики, именно вымогающие очень грамотно с игроков денег, они сейчас есть в каждой игре, особенно вот в тех, в которых нас проводят чемпионаты. И, по данным Forbes, была статья, Россия уже занимает пятое место в мире именно по потреблению вот этих игровых товаров, вот этих безделушек. То есть, мы, в общем-то, стали такой цифровой колонией для этих компаний, из которых у нас с игроков просто выкачивают миллионы долларов. И, причем, если мы посмотрим на тех производителей этих игр, то они практически все ввели против наших игроков санкции. Вот особенно сейчас это так забавно смотреть на это, когда там наших игроков выгоняют чемпионатов, там, с позором, там, санкции какие-то вводят, ограничения платежей, там, по всем играм. И тут же я читаю новости, юнармия проводит, там, российское движение школьников проводит кибер-турнир. Все проводят кибер-турниры по каким играм? Dota 2, Counter-Strike, Лига Легенд, в которой вообще есть ЛГБТ-пропаганда. Ну, как это? Ну, это, давай сейчас к этому чуть позже вернемся, а вот чуть-чуть назад к вот этим игровым аддитивным технологиям. Значит, получается, что мы имеем дело с такой, как бы, бизнес-моделью, которая нацелена на зарабатывание денег. Да, вот будем называть ее своими именами, да, историю. Но которая, на самом деле, получается, что подсаживает наших детей на вот это постоянное, так сказать, желание, даже не необходимость, а желание, да, в этом участвовать, в этом как-то развиваться, там, значит, в это вкладываться, да. И вопрос, а какие риски, да, для человека это вызывает? Вот ты сказал, что это вот похоже на игровую зависимость, именно игровую такую, как бы вот с автоматами, да. Вот поскольку молодежь играет в это во все, да, в большей части, то есть ли сведения, то есть ли какая-то статистика, может быть, есть ли какие-то данные научные о том, а что, ну, как бы, что влечет за собой такого рода вовлеченность, да, вот в эти игры, именно с этой точки зрения, с психологической. Ну да, я, к сожалению, я единственное не врач, не психолог, поэтому я могу немножко в терминах где-то ошибиться, но общий смысл я могу передать, что основная проблема в чем? Она, кстати, вытекает из предыдущей, то есть, что все игры построены современные на создании постоянного заряда напряжения, то есть, чтобы ребенок не отошел, его нужно держать в постоянном напряге, то есть, постоянно какие-то в современных играх обеспечивается постоянный вот этот заряд напряжения, что он постоянно напряжен, но нашу психику, ее же не обмануть, то есть, человек, если он, когда он напряжен, когда он испытывает стресс, а все вот эти бои, это микрострессы, да, то есть, мы играем, Играем, мы вводим мышкой по экрану, там как бы в жизни в нашей ничего не меняется, но голова наша это воспринимает как реальное событие, особенно когда мы про детей говорим. И вот у него создаются постоянные заряды напряжения, постоянные микрострессы, а организм от этих стрессов выделяет кортизол. И в результате организм испытывает то, что он в реальной жизни обычно не испытывает. В реальной жизни человек не испытывает так часто стресс. И меняется обмен веществ. А как только поменялся обмен веществ, это начинает влиять на все функции организма. Почему у игроков, у многих сейчас повальная проблема, это лишний вес. То есть это не из-за того, что они там много сидят и мало бегут. Ну вернее, из-за этого тоже, но плюс тут подключается вот эта физиология. То, что организм он расшатывается, организм не понимает, что с ним происходит из-за этих постоянных зарядов напряжения. Плюс само собой зрение. То есть у нас, опять же, ГОСТы вот эти, они не просто так придуманы. Мы это просто, тут даже можно не поднимать никакую статистику, а зайти в любой класс школы. Вот я просто, мы недавно так вот ехали с детьми в машине и начали рассуждать на эту тему. Я вспомнил свою школу, вот я учился, в конце 90-х я школу закончил. То есть у нас на поток, на 4 класса, в очках было человека 3, наверное, 2, может быть. Не больше. Сейчас у детей, вот они тогда на тот момент были там, получается, в пятом и в третьем классе. Мы насчитали треть класса. Треть класса уже сидят в очках. То есть, ну как это? И такая ситуация... Ну, это здесь я все-таки с играми не связываю, если честно. Не, ну тут ниже, тут именно экранное время. Да, здесь экранное время и в большей степени влияет как раз экраны маленького размера, да, то есть все эти мобильные устройства. Но то, что экранное время, да, здесь это однозначно. Я слышал еще такую, как бы, ну, как раз на слушаниях в Думе был разговор, врач выступал, да, озвучивал довольно интересную статистику. Я приложу презентацию к этому видео, где приводились еще ряд чисто медицинских показаний, в том числе, значит, влияние на репродуктивное здоровье, особенно у мальчиков, да, потому что, значит, постоянное сидение, да, вот это бесконечное сидение, оно влияет, по сути дела, на репродуктивные функции впоследствии, да, очень сильно, и это уже замечено. Значит, и, соответственно, а у нас игроки в основном, там, 80% это мальчики все-таки, да? Вот. Ну, я думаю, мне так по ощущению, я не знаю точной статистике, но по ощущению, что все-таки так. Вот. А, соответственно, у меня-то вот еще вопрос, не натыкался ли ты на какие-то психологические исследования по этому поводу? То есть вот та самая, ведь у нас в МКБ, да, в медицинский классификатор болезней, в международной, игровую зависимость все-таки включили, несмотря на то, что... Да, удивительно, да, то есть мы имеем дело с мощнейшей индустрией, да, то есть игровая индустрия – это одна из крупнейших сегодня в айтишной сфере, но даже они не смогли, значит, противостоять ВОЗу в этой ситуации, да, и ВОЗ вынуждено было по какой-то причине, для меня загадка, честно говоря, значит, все-таки включить в последний классификатор болезней игровую, компьютерную игровую зависимость. Но я так понимаю, что там действительно есть какая-то серьезная статистика и серьезная психологическая, в том числе, статистика. Не натыкался на такого рода исследование? Ну да, видимо, у корпорации «Вэльф» денег не хватило в ВОЗ занести. Они пока еще не доросли до уровня фарма, да? Да, ВОЗ не хватило. То есть это способ... А, ну да, то есть я понял, то есть ты имеешь в виду, что это способ как бы такой шантажа, бизнес-шантажа, да, со стороны ВОЗ. То есть сегодня внесли, завтра вынесем, если нужную сумму сходите, да? Заработаете нужное количество денег, и мы выключим, да? Ну то есть да, это в принципе... Ну, исследования разные были, их в принципе много. Китайцы, они давно уже пришли к тому, что у них законод... Ну у них, правда, у них интернет немножко, архитектура у них другая. Там при желании можно любого человека ограничить, насколько нужно. Они пришли к тому, что там выходные, по-моему, час можно или два играть детям, а в будни там 15 минут, что ли. То есть они просто сделали исследование и поняли, что они, если так дальше пойдет, то будет просто вымирание. Там примерно такие термины используются. То есть там у них проблема чудовищная. Но китайцы, они сами по себе, они такие люди, они азартные. То есть у них почему азартные игры запрещены? Они по своей природе, ну у них вот эта природа, им это вообще нельзя. Ничего вот такого азартного. Как бурятам водку, понятно. Вот, да, вот именно так. То есть они, и у них это сейчас дело прикрывают. По поводу США, опять же, вот по поводу шутеров, стрелялок, там был такой, он и есть, наверное, полковник Дэвид Росман. Он в свое время занимался тем, что учил солдат США, в общем-то, убивать людей. Потому что была серьезная проблема в армии, что когда солдаты учились на полигонах, у них все было нормально. Но когда в реальном бою убить человека оказывалось не то же самое, что стрелять по мишеням. И в связи с этим возникало много проблем. И он разработал методику, как приучать людей к убийству. То есть она была основана на игровых симуляторах. То есть он, там, игра Дум, как раз она одна из первых была, она получила лицензию для морской пехоты США. Использовалась как именно тренажер. Не то, чтобы стрелять, а не стрелять хорошо. А именно выработать вот этот... Преодолеть порог психологического. Преодолеть порог, да, убийства. И они доказали свою эффективность. То есть там было исследование, это все работало. И действительно, они получили нужный эффект. И он написал книгу, я не помню название, но там она именно посвящена была вот этому. Как сделать убийство, как бы приемлемым для человека. Но спустя несколько лет он написал вторую книгу. Она уже называлась «Не учите наших детей убивать». Потому что он был в шоке от того, когда увидел, что его механики, его технологии, которые он разрабатывал до армии, для армии, для спецслужб, пошли в широкое пользование. То есть он написал эту книгу, он много где выступал. То есть он пытался остановить эту тему. Ну, понятно, что остановить у него не получилось. Ну, вот это как раз возвращает... Смотри, Андрей, это получается... Вот эта именно история нас возвращает к разговору о юнармии, которая сегодня, значит, киберспорт всячески, ну, по крайней мере, там... Ну, если не впрямую поддерживает, то я бы выступал... Да, нет, на самом деле, смотри, здесь же ситуация какая. Я насколько понимаю, что задача у юнармии – это формировать некий такой вот поток к себе, да, военное ведомство, да, военное училище, военные институты, на военную службу... Я, честно говоря, не знаю, насколько она к армии сейчас относится, юнармия. Она, по-моему... Нет, она относится. И в этом смысле получается, что логика, ну, грубо говоря, генералов, она понятна, да, что мы вот таким образом уже детям начинаем потихонечку их готовить к будущей службе, да. То есть это один из факторов. Но мне кажется, что... Ну, то есть получается, что это специализированная технология, которая на детей не должна распространяться. На детей нет. Она же, ну, для взрослых в определенных ситуациях... Причем, да, это же очень специфические вещи, да, то есть они для того, чтобы переходить вот эту границу психологическую, да, он же только именно в бою ее должен попереходить. И именно под контролем своего руководителя, да, то есть своего командира, вот, и по приказу исключительно, да, то есть включаться этот механизм может, да, он должен быть очень контролируемым. А если мы ребенка изначально к нему приучаем еще в детстве, то получается, что мы как бы вот эту вот способность к контролю изначально убиваем. То есть мы еще не имеем сформированную личность, да, мы еще не умеем человека, не имеем человека, который способен контролировать свои действия, мы его уже обрезаем в тех важных для общества, для остального общества важнейших базовых чертах, да, мы его ограничиваем в этих чертах, да, заставляя, подвигая его к тому, чтобы он не считал чем-то зазорным взять и убить кого-то. То есть это история, потому что военный, настоящий военный, он оружие не достанет. Вот без... Да, и вот этот Дэвид Гроссман, который написал книгу «Не учите наших детей убивать», она, кстати, там довольно популярна и стала практически бестселлером, он брал сравнительный анализ вот этих трагедий, которые происходили в американских школах. То есть там же эта проблема настолько массовая, что там сотни, просто сотни случаев в год происходили. И он анализировал все эти трагедии и пришел к выводу, что он анализировал и сами личности стрелков, и у него произошла прямая корреляция, что те стрелки, которые были, значит, заядлыми игроманами, у них, ну, так скажем, было больше жертв, и они стреляли практически без промах. То есть у них настолько было атрофировано вот это чувство, что им это просто ничего не стоило. То есть у них вот этот перенос у этих убийц, перенос вот этого вот, значит, игрового механизма на реальную жизнь, для них он был очень даже как бы естественный. И, кстати, я не исключаю, что он был для них, может быть, и мотивом, да, чтобы попробовать, а как это вообще на самом деле, то есть насколько это совпадает с тем, что я получал вот это ощущение в игре, какие будут ощущения в реальной жизни. Да, с субкультурными некоторыми вещами, с тем, что там это тоже тема слишком широко обсуждалась, особенно после Колумбайна, там проблема эта выросла многократно. То есть и это в сочетании, то есть с одной стороны это тема, которая они понимают, что они это сделают, их там по телевизору везде покажут, они расскажут, плюс субкультура, плюс игра им дает ощущение вот этой вот, снимает моральный барьер. Опять же, конечно, это действует не на всех, потому что сейчас нам многие скажут, что ну вот я же играю и никого не убил. Слава богу, да. Такие технологии, да, они действуют. Ну и это пока не убил, да. Пока, во-первых, не убил. И сложились обстоятельства еще. Ну да, то есть и опять это к вопросу о том вот механизме, который в тебе срабатывает. Да, то есть механизм воспитания и вот этого вот табу, которое где-то на уровне глубокого, глубинного воспитания существует, когда мы ребенку говорим, нельзя издеваться над животными. Почему нельзя? Ну потому что нельзя, да. И вот это вот табу, который еще с детства, с самого маленького возраста воспитывается, а здесь против него идет вот такая работа, целенаправленная против этого табу, да. То есть и соответственно она действительно до шизофрении может доводить, до чего угодно. То есть и здесь совершенно... Плюс там еще какая игровая механика срабатывает. Ведь во всех играх, вот когда ребенок с детства играет, принцип везде какой? Убил, бонус, убил, бонус. То есть с противника его можно обыскать, что-то у него забрать с трупа, либо просто там примитивный возьмем игры, кого-то убиваешь, от него остается какой-то бонус. То есть и вот это вот постоянное научение, что за каждое убийство ты получаешь что-то положительное, какое-то подкрепление. То есть это идет постоянно годами, когда... Но на кого-то это может повлиять очень определенно. Конечно, слава богу, не на всех, но на некоторых... Ну нам, вот смотри, тебе там, мне возразят родители, которые все-таки, так сказать, считают, что ничего особо страшного, они скажут, ну, ну, хорошо, вот вы все эти страшилки рассказываете, все эти ужасы, но в конечном счете ребенок же делом занят, он уже все-таки там, у него развивается реакция, у него развивается, так сказать, да даже... А вдруг он станет действительно военным, ему это пригодится? Что плохого, да, и почему вы вот выступаете против? Вот здесь что ответить? Про реакцию, кстати, вот хороший пример. Развивается какая... Да, вот этот есть тезис, опять же, что у игроков у них хорошая реакция. Но как проверяют у них эту реакцию? На чем? На компьютерных тренажерах? То есть у них хорошая реакция в сетевом мире, в интернет-реальности, у них хорошая реакция. Но посадить его за руль где-нибудь там в центр Москвы, все, у него не будет такой реакции. Да, у нас ни водителей, ни водителей там, ну, ни пилотов, ни никаких там кораблей, значит, сетевиков без практики не выпускают в рейс, да, потому что, ну, как бы... То есть все их на реакции работают только в сети? При том, что их учат на тех самых, на как раз на всяких разных компьютерных моделях, да. Но это с реакциями, ладно. Здесь понятно, что физика, она добавит там каких-то обстоятельств, потом она, может быть, перестроится, но вот... Ну, хорошо, а если он действительно впоследствии, может быть, станет каким-нибудь специалистом, да, в спецслужбах служить, ему это ведь нужно, да? Я думаю, ему это никак не пригодится, потому что... Ну, кстати, насчет деятельности, что вот он занимается каким-то делом, вот когда играет. Игра — это ведущий, ну, с точки зрения общей психологии, игровая деятельность — это являются ведущей деятельностью для дошкольников. То есть для дошкольников, ну, а когда человеку там 15, 16, 17, 18 лет, а он, получается, по уровню развития, у него основной вид деятельности — это игра, ну, он, значит, застрял где-то там. То есть его вообще-то, наоборот, нужно оттуда вытаскивать, чтобы человек взрослел. И, ну, это на самом деле, я считаю, самое важное другое. Самое важное — это социализация в играх. То есть потому что любая игра, вот опять же, я периодически там курсы там для родителей читаю. То есть я всегда говорю, вот основная мысль, что такая связанная с темой компьютерных игр, сюжет, он на самом деле вторичен. Мне вот в современных играх больше всего напрягает закрытое сетевое общение. То есть любая игра, современная, даже там самая примитивная. Да, это клуб. У нас, я просто меня приведу по суицидальной теме, по вовлечению детей вот в опасные какие-то темы. Одна из, вот я с волонтерами просто разговаривал, знаете, одна из самых популярных игр, My Little Pony. Это три года, там, дети от трех лет играют. Три, семь, восемь лет. Я видел тренировку клана такой игры, там клан сатанистов. То есть их, а сама игра это маленькие пони. То есть вот такие вот фигурки ходят по карте, там общая карта такой, мир создан, там их десятки ходят. Они вот все черненькие такие, уходят с троем, кричат слава с метающей тьме, вербуют других. Это игроки, там, семь, восемь, десять, двенадцать лет. А родители так смотрят за спиной, что он, ребенок, сделал. Да в пони какие-то играет. Спросят родители, а сколько играет, а какой возрастной цензу у него? Три плюс. Все, вопросов, вопросов никаких к ребенку нету. Но, а тем временем в этом клане с ним работают, ему объясняют, его учат, его тренируют. То есть ему вкладывают в голову какие-то идеи. Вот, и самое опасное в современных сетевых играх, я вижу именно вот это, именно закрытое сетевое общение с абсолютно неизвестным кругом лиц. Вот, мне кажется, вот это сейчас самая главная проблема. И это очень специфическое общение, это специфическая среда, где нету взрослых, где нет запретов, где основной язык это мат, то есть там он открыто используется, никто это никак не пресекает, там матерятся и дети, и взрослые. И ребенок, входя в эту среду, он принимает на себя ее, потому что, ну, это его, там проходит его социализация, потому что в школе он там несколько часов с родителями, он там 20 минут в день общается, а в телефоне он сидит там 7-8 часов в день. И вот там, вот здесь проходит его социализация. И какие темы там в закрытых чатах, в кланах обсуждают, те и будут составлять, в общем-то, основу его личности. То есть вот это самое важное. И плюс насчет социализации. Вот мы возьмем, сравним обычный спорт и киберспорт. То есть вот еще такой аргумент приводит, что ну да, спортсмены же, обычные спортсмены, они же тоже не всегда достигают там всего, а бывает, что там и переломы, и травмы, и все такое. Но что такое обычный спорт? Это тренировки, это общение, это там поездка на соревнования, это целая жизнь. Ну это жизнь, реальная жизнь, да. Да, ребенок, он развивается в этом. Спортсмены, опять же, когда уходят из спорта, они все равно себя реализуют, потому что они уже общительные, активные люди. Они не боятся там выступать на публике. То есть это на самом деле, неважно там получилось у человека, не получилось в спорте. Он, спорт его развивает как личность, потому что там он общается со многими людьми, выступает перед людьми, то есть это социализация. А киберспорт дает абсолютно обратный эффект. То есть киберспорт... Нет, он дает социализацию, но просто совершенно другую, более того, нам не то чтобы неизвестно, она просто, ну грубо говоря, альтернативная обычной социализации. Она против этой социализации, то есть она как бы антисоциализация в плане того, что... Просто даже другое. Он привыкает к виду, то есть в детстве же закладываются не только наши там убеждения, но и способы общения. А общение живое, оно сложное. То есть это нужно смотреть в глаза, это нужно считывать мимику, как-то реагировать на человека, там считывать его реакцию. То есть это, ну, там что-то, если не так скажешь, можно там и в глаз получить. То есть, ну, это живое общение, оно сложнее, а виртуальное оно простое. А мы так устроены, мы всегда выбираем, что проще. И дети вот с детства, привученные к сетевому общению, они потом с живыми людьми не могут общаться. Просто не могут, потому что им, они, нет-нет-нет, нам проще, мы вот... Даже это вот в жизни такое бывает, они вот познакомятся, а ты есть там ВКонтакте, есть там Котя, а этот такой, а, все, меня есть Котя, все, дальше там будем разговаривать. То есть у них уже такое даже есть. То есть, а в жизни к чему это приведет? Что это будут асоциальные люди, живущие там только вот в интернет-среде, а в живом общении они, они просто не умеют в живое общаться. И это признают, кстати, все киберспортсмены. Вот есть интервью отличное, там оно минут пять, я потом скину Иван Дедюк, по-моему, не помню, он там, ну, один из топовых киберспортсменов. Он коротко рассказывает, почему никогда не стоит становиться киберспортсменом. Какие проблемы с физиологией и со всем остальным. И в первую очередь с головой. То есть это вот эта асоциализация. И это на самом деле потом, ну, это как бы, это такая вещь, это же не то, что какая-то болезнь. Это просто заложится в человека. Но это программирование определенное, да. Это программирование. Это просто на всю жизнь будет асоциальным. Если вот он будет все время время проводить. То есть это утилизация творческого человека. Человека. Да, это утилизация человека вообще. Ну, да. Понятно. Ну, мы затронули так немало таких очень важных тем. Давай пока на этом, наверное, остановимся. Потому что, действительно, очень тяжело сразу воспринять большой объем информации. Я понимаю, что у тебя еще есть что сказать. Но вот сейчас, мне кажется, очень важно доносить до родителей, которые не придают этому значения, как бы информацию о том, а какие риски существуют в том, как бы, вроде бы, даже официально поддерживаемом, так сказать, киберспорте, который мы сегодня видим. И здесь, я думаю, что мы к этой теме еще, я предлагаю, давай вернемся, подсоберем еще материал. Потому что и посмотрим, что на самом деле, можно даже посмотреть конкретные виды этого самого киберспорта, да, то есть чтобы у родителей было понимание, с чем столкнется их ребенок, если он играет в конкретную совершенно игру. Да, то есть вот, чтобы, и как из этого, и как ребенка вывести из этого желания. То есть чем можно, как можно поступить родителю, если ребенок, вот так сказать, наседает на него, что мама, там, папа, купи мне то, купи мне сё, я хочу быть киберспортсменом, я добьюсь в этом больших результатов. Вот нужно какой-то инструментарий родителям, мне кажется, который бы мог им помочь противостоять такому увлечению ребенка. Потому что оно действительно пагубное, на мой взгляд, сегодня, однозначно. Спасибо большое за этот разговор, давай еще вернемся к этой теме. Да, вернемся как-нибудь. Спасибо.